Что чувствует незрячий человек? Как передвигается и как преодолевает препятствия? Студенты горного колледжа теперь знают это не понаслышке. В рамках уроков добра молодые люди побывали в местном обществе слепых. После таких встреч и возникла творческая идея. Идея возникла во время совместных мероприятий, посвященных Международному дню Белой Трости с Воркутинским местным отделением Всероссийского общества слепых, когда наши студенты специальности КСК, то есть компьютерные системы и комплексы, пришли на уроки добра в это общество. И вот у них возникла такая идея облегчить жизнь. Студенты совместно с преподавателями оценили технические приспособления, которыми пользуются незрячие люди. Стоимость аппаратов немалая, в среднем 100 тысяч рублей. А аналоги, которые могут собрать юные техники, обойдутся всего в 3 тысячи. Один из экземпляров, над которым сейчас работает в мастерской колледжа – трость. Она оборудована датчиком расстояния. Принцип работы заключается в том, что здесь есть некий датчик, который фиксирует расстояние до близлежащих объектов, допустим, практически до чего угодно, и отображает звуковое оповещание оператору, который носит этот датчик. Помогая ему тем самым ориентироваться, допустим, не врежется ли он во что-нибудь, допустим, в столб, в стену или в дверь. Более упрощает ориентацию пространства. И еще одно социальное ноу-хау – устройство контроля наполнения жидкостью посуды. Когда будет уровень воды на половине чашки, устройство будет говорить фразу «половина». А когда целое, устройство будет говорить целое. Тестовые экземпляры изготовили студенты старших курсов. Для них эта работа и творческая, и практическая. Ребята учатся на ошибках. Пока же опытные образцы находятся в финальной стадии доработки. Татьяна Супряткина, Ирина Шумихина, Кирилл Нефындов, телеканал Юрган, Воркутан.